Пятый день. Рабочие непрерывно приводят в порядок мест аварии. Вагоны настолько сплющило, что все приходится делать вручную. Резать металл и переносить его. Так как техники это не под силу. На месте работают экологи и комиссия по оценке ущерба. Уже к концу недели будет известна сумма выплат. У каждого свое же. Ну допустим у меня там то велосипед детский, то пылесос такой хороший. У меня купорки на 200 банок. Картошка сейчас там. Все там. Геннадий Заволокин успел только вынести коляску. Хоть дорогих вещей в сарае и не было, неприятный осадок остался. Весь удар пришелся на кладовки, которые стояли вдоль железной дороги. Они и смягчили удар. После первого взрыва испугался. Когда увидел, что жидкость растекается в сторону дома, думал бензин или солярка. Оказалось масло. Самый сильный взрыв был, когда я ушел. Видать бочка взорвалась. Сильно. Вообще метров 300 огонь был. Сейчас замасленную землю посыпают песком. Параллельно экологи берут пробы. Те анализы, которые были сделаны на сегодня, также пробы берутся. Окружающей среде не нанесен урон. Да, все в норме. Во многих квартирах взрывной волной повыбивало стекла и поплавило провода на кондиционерах. Опасный груз, нефтепродукты и пропан моментально сдетонировал. Следствие после расшифровки записи скоростомера тепловоза остановилось на единственной версии. Локомотивная бригада нарушила скоростной режим. У меня получены уже достоверные сведения по контрольным точкам проезда, что скорость состава превышала установленную для данного участка пути скорость. Это 40 км в час. Состав следовал свыше 90. Предварительные выводы следственных органов будут неоднократно проверены. Машинисты еще не давали объяснений. Оба пока в больнице в тяжелом состоянии. Это сон локомотивная бригада. На мой взгляд, больше никаких причин. Жильцам трех квартир, которые пострадали больше всего на улице вокзальная 376, уже восстановили стены. Люди пока отселены. Одни живут на даче, другие в гостинице. За счет областного бюджета им сделают ремонт и купят необходимую мебель. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Дмитрий Андреянов. Главные новости. Продолжение следует...